Нам остается только смотреть Болельщики уже ничего сделать не могут Мы можем только сопереживать Подбадривать с трибуны У экранов, мониторов и телевизоров Верить Надеяться Жихарев подхватил шайбу И побежал Пересек две зоны Отдал передачу Подбросок Гребенникову Илья бросил Но не совсем удачно Хороший такой Силовой прием применяет Георгий Солянников И Вновь в атаке Теперь уже Гимбатов Ахмед Высоковато он бросил Вметнул шайба туда К сетке защитной Специалисты Перед самой игрой Уже предрекали Что она будет Очень и очень напряженной У кого Как говорится Кто совладает с нервами В самом начале Кто более четко Будет выполнять Тренерские установки На игру Ну как говорится Того и валенки будут Ну в данном Случае Пока все более Все более четко И профессионально Получается У Хоккеистов Спортивного клуба Армии Нева Кныжов Там попытался Остановить атаку Бросок Хорошо Там Коньков Подкатывался К ближней На ближний пятак Подставляя Глюшку Но Слишком мощный Был бросок От синей линии И Ушла Шайба Куда-то в сторону Еще один бросок Мельничук Отбил Шайбу Но Она опять Ушла В поле Шмаметьев Пошел На сближение На пятачок Выбросил И как раз Четко Архмедов Гимбатову На крюк Прямо эту шайбу Выложил К сожалению Такой знаете Яркий эпизод Вспышка активности Но нужно и дальше Искать счастье У ворот соперника Хоккеиста Мангарска Другого пути Здесь нет Карлин Поборолись Потеряли Опять Подхватили Шайбу Гости И уже Туда Ближе К воротам Хомутова Ох Какой момент Бросок Сходу Причем Бросал Конозов Хомутов Так сказать Опасен был Сегодня на матче Присутствует 3209 Любителей Хоккея Вбрасывание Вбрасывание У ворот Мельничука Сразу Сходу Не получилось Атаку Сделать А здесь Угол Пустой Никого Изангарчан Нету В этом квадрате Но Перехватили Шайбу Бросок Бросок Чуть Чуть Шайба Рядом Со стойкой Прошла Слевой Ох И сразу же Контратака Но Чуть-чуть Задержался Теперь уже Рычагов Паузу Такую Сделал И успели У него С клюшки Снять шайбу Уже хорошо В средней зоне А Орлович Грудков Играет Да Стоят Конечно Друг друга Обе команды Но Видимо Учли А свои ошибки Сделали Вывод Из поражения Хоккеисты Сканевы В том Поединки С Ермаком Еще один бросок Мельничук Один отбил Второй Это такой уже был Такой В более степени Даже не бросок Попытка передачи Но все равно Опасно А здесь вот Проброс Нужно было Просто как-то Разрядить обстановку И поэтому Армейцы На это и пошли Все объяснило Все понятно С точки зрения Тактики Тем более Воробьев И Михаил Мальцев Не дотянулся Карли В этом эпизоде Но тут перехватил Шайбу А дальше 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 Шмаметь Этим же вынужден Все через среднюю зону Делать Карлин Воробьев Очень много силовой борьбы У борта Очень много И опять Жихарев Вездесущий Очень активный Сегодня Я уже говорил Антон Жихарев Бросок Попадает Шайба В Мельничука Отскакит от него Возвращается В поле Михаилов Обыграл двоих На пятачке Попытался Протянуться Дальше Но Остановили его Там Жихарев Как заправский Защитник А вот здесь Возможность Поиграть Передача Карлина На мяч Мометь Его И Бросок Среагировал Кстати Мельничук На этот бросок Но Здесь конечно Такой Акт Отчаяния Такой Алексей Яковлев Прям в гущу Четверых Хоккеистов Бросился Наш нападающий Крылов Через борт Вынужден играть Как-то Чтобы разрядить Обстановку Но Иногда Проскакивают Сами Хоккеисты Ермака В некоторых Эпизодах Просто-напросто Небрежно Играют И теряют Шайбу Валенцов Бросок Забирает В ловушку Хомутов Сразу же Отдает Ванину Нужно Идти Вперед Уже Ничего не Остается Времени Все меньше И меньше А разница В счете Та же Две шайбы Такая очередная Вспышка Вспышка Активности У Ермака Но Опять же Без результата И скорости И скорости Быстрые Попытка Найти Подходы К воротам Мельничука Ну все Заканчивается Четко Четко контролирует Ситуацию На такой Знаете На коротком Поводке Держит Но тут Опять же Еще раз Все От самих Ангарчан Зависит Все Игроков Ермака Это они Сейчас Сами Должны Все То Что Заложено Было И все И все Те качества Которые Лучшие У них Есть Показывать Их Нужно Конечно В первую Часть Перед Своими Зрителями Иногда Бывает Вот Это Переволнение Такое Когда Еще Еще Один Гол Бросок С угла И В дальний В дальний Угол Попадает Шайба Знаете Такой Розыгрыш Неброски В зоне Ермака Бросок И Гол 4-1 Андрея Личагова Номер 28 Шайбу Забросил Денис Орлович Грутков Номер 72 Орлович Грутков Дубль Как говорится Ничто не предвещало Шторма Штурма И шторма В безобидной ситуации Конечно 4-1 4-1 Но Мне Почему-то Кажется Что Вопросы Сегодняшним Победителям В этой игре В этом матче Снят С повестки дня Я очень хочу Чтобы продолжал Ермак Атаковать Продолжал Активно Вести борьбу И Забивать Ворота Соперника Шайбы Готовился Забитой Ска Ска Новая попытка Войти И Опять Отбрасывает Чуркин Шайбу Подальше От своих Ворот Здесь Не совсем Уверенно В средней зоне Ангарчане Сыграли И Дали Возможность Уже Для Броска Поворотом Хамутова И Соответственно Вбрасывание В зоне Ермака Остается На льду Володин Остается Гимбатов Магомед И Два Защитника Чуркин И Александров Не пустил В зону За Корлюкина Гимбатов Грамотно Встретил Его Там На подходах И Вот Опять Уже Теперь Володин Укрывает Шайбу Корпусом Катается Убивает Секунды Такие Драгоценные Такие Нужные Ермаку Для Реализации Численного Преимущества Времени Уже Меньше Полминуты Коньков Ноги Коренево Там В этот Раз Препятствия Настали Для Броска Ну что Отстояли Своего рода В неприкосновенности Госси Зацепились За эту Шайбу Но Мельничук Не удержал Ее Но она Все-таки Стала Добычей Игроков Сканевы Поэтому Сибетов Позитив Конечно Эту атаку Ермак Записать Не может Хотя Вбрасывание Все равно Будет В зоне Армейцев Мельничук Мельничук Пайор Выиграл Опытный Сергей Пайор Это Вбрасывание Но Дальше Все Как говорится По накатанной Потеря Выбросы Зоны Небрежности При передачах А послезавтра Приезжает Динамо И с ним Вот так Играть Конечно Будет Недопустимо Коньков Гюнбатов Ахмед И Семин Там Вдвоем Не дали Виталию Похозяйничать В чужой зоне Закарлюкин Рвется Передача Бросок Ох Как катилась Шайба Через подмышку Выпала она Но Не добавил Шенгареев Позже Поздно Увидел Тимур Что не зафиксировал Эту шайбу Мельничук И сразу Через вратаря Клюшка Протолкнул Шайбу За ленточку Ворот Но Нет пока Семена Иванова В этот раз Не командировала Его Сибирь Маленько Подрастерялись В том плане Да и сам Мельничук Правда Эту шайбу Не видел Видно Как она У него Выкатилась И добавить Было некому Ну что же Делать Теперь Будем вспоминать В своих мемуарах О нереализованных Возможностях Ишмаметьев С шайбой На пятачке Тут опять куча Мала Естественно Толкотня Здесь тут Не церемонятся Это Так сказать Нормальное состояние Борьба Всегда идет На пятачке Как говорится Такая Что И кости Трещат И порой И зубы летят На ровном месте Тут Споткнулся К сожалению Артем Сиванькаев Но Шайба осталась У Ермака Чуть больше Шести минут Остается до конца Третьего периода Да Я уж думаю Наверное До конца игры Армейцы Продолжают Продолжают Атаковать Контраатаковать Сдерживать натиск Не пуская Практически Хозяев Близко К своим воротам Сделав Такой голевой задел В общем-то Достаточно Солидное Преимущество Имеют Гости Сейчас Ох Опять Жихарев Тут Попытался Обыграть Чуть ли не Весь Ермак И ему Почти Это удалось Вновь Потери Совершенно Ненужные Эти потери Конечно Они Какой-то Определенный Диссонанс В действии Атакующие действия Команды Вносят И Соответственно И весь этот Атакующий Напор Начинает Маленько Растворяться Бросок Мельничук Отбивает Эту Шайбу Тут же Перехватывает Валенцов Ее Переводит Действие Сразу же В среднюю Зону Понятно Попытка Хоккеистов Ермака Хоть как-то Эту пилюлю Подсластить Еще забить Может быть Даже и не раз Но Ничего Пока не удается А вот Ахмед Гимбатов Упал на колени Встал И продолжает Шайбу контролировать Ведет борьбу Уже в зоне Ермака Передал Сопернику Напарнику Шайбу Опять Ее выцарапал Но тут уже Несогласованное Действие Защитников У синей линии Потеря шайбы Теперь Питьков Ее подхватил Пошел вперед Бросок Отлетает Она туда За ворота Хомутова Теперь уже Армейцы Расположились Позиционно В зоне Ермака Попытка Разыграть Чуркин Чуркин Передача Вновь Шайбой Чуркин Продолжает Атаковать гости Магомед Магомед Гимбатов С шайбой Оставляет Ее Под бросок Ну и Соляников Там приложился От души Правда Шайба Улетела Высоко И совсем Не в ту сторону Как задумывал Защитник Армейцев Б Yoon Б影片 Инк На Продолжение Сумел Ермак в последней выездной игре С Бураном Как-то победив 7-1 Разницу Шайб привести Более-менее В такой, знаете Удобоваримый вид Плюс еще, конечно, две победы С учетом 2-0 в Рязани И в ЦСКА Ну вот Армейцы за свой реванш взяли В сегодняшней встрече Шенгареев, Селезнев Прикоснулись к шайбе и все Очень хорош, Рычагов опять прошел На ложном замахе уложил Хамутова Но прокатился чуть дальше Времени не хватило для броска Нет, последние две минуты третьего периода Последние две минуты третьего периода Павел Володин Шмаметьев Будет бросок Нет, не получается Броска у Дмитрия Михайлова Такая, знаете Я бы ее назвал Такая вялотекущая активность Понимает уже, конечно Действие Ромака Что Историю спять не повернуть В сегодняшнем вечере Но Может же красиво закончить Как говорил Штирлист Запоминается последняя фраза Яковлев Передача была на Сиванькаева Но бросок не совсем точный Ванин Запуталась там шайба Между Пятьковым и Чуркиным Подхватил ее Ахмед Гимбатов Не торопится нападающий СКА Попытался тут из-за ворот По Бобровски выкатиться Конозов Высоковато бросал За Корлюкин Ну и последние 10 секунд В этом матче Что ж, дорогие друзья Хочу поздравить болельщиков команды СКА Нева с победой Три очка набирает СКА Нева 64 у них теперь в активе Еще более упрощают они свою позицию На втором месте турнирной таблицы Но я думаю, что в следующей игре Ирмак приложит максимум усилий Чтобы реабилитироваться в глазах своих болельщиков А я благодарю вас Всех, кто смотрел нашу трансляцию За терпение, за любовь к хоккею Удачи, счастья, успехов Всего доброго С вами был Роман Караваев 2 декабря на Малой Арене Массовое катание Каток будет работать для любителей активного образа Жизни с 18-30 Проведите, не забывая, вечер на льду Вместе с друзьями и детьми Всего доброго Берегите себя Субтитры создавал DimaTorzok